Священный месяц Рамадан – один из самых почитаемых у мусульмана и требует строгого соблюдения поста. Являясь девятым месяцем лунного календаря, его началом считается появление луны. Учитывая то, что лунный календарь на 11 дней короче Григорианского, каждый последующий год Рамадан начинается на 11 дней раньше предыдущего. Как и в христианстве, пост в исламе – это время физического и духовного очищения. Именно в этот месяц мусульманам была неспослана священная книга Коран. Исламский пост считается одним из самых строгих в мировых религиях. В светлое время суток под запрет попадает любая еда и питье. Таким образом, на сутки выпадают только два приема пищи – завтрак, который обязательно употреблять до восхода солнца, и ужин, который наступает после захода солнца и вечерней молитвы. Все мусульмане всего мира этот день ждут, потому что не каждому удается дожить до этого месяца, и не каждому человеку Всевышний Создатель дает держать и по состоянию здоровья, и по разным другим причинам. Духовное управление мусульман привело совет улемов и хазратов, на котором обсудили ряд насущных вопросов и провели подготовку к началу поста. Накануне вечером в мечетях прошел первый коллективный таравих-намаз в рамках месяца Рамадан, который объединил верующих. В этом месяце мы общаемся все вместе, мы таравих-намаз идем, мы вечером ифтар все вместе делаем. Мы в этом месяце чувствуем, что битные тоже как целый день голодный, как живет. Не оставили без внимания и военнослужащих мусульман, которые сейчас находятся в зоне СВО. Отправка помощи на передовую, как отмечает муфтий, одно из благих дел, которые являются наиболее значимыми именно в этот священный месяц. Общими усилиями мусульмане Ульяновской области отправили на фронт халяльное мясо, которое дошло до бойцов уже в первый день Рамадана. В этот месяц, конечно же, все благие дела увеличиваются до 70 раз. Рубль – это 70 рублей перед Всевышним Создателем, 1000 рублей – это 70 тысяч. Поэтому любое благое дело, так же, как проведение ифтаров, человек, когда проводит собирать держащих пост и накормит, например, 100 человек, то вознаграждение за держащих 100 человек, не уменьшая у них нисколько, этому человеку запишется. Это месяц благих дел. В этом году пост проходит с 22 марта по 20 апреля. В месяц благих дел мусульманам надлежит щедро раздавать пожертвования садака и обязательную милостыню закят. По утверждению богословов, в дни Рамадана Всевышний вознаграждает верующего за каждое совершенное им благодеяние и смывает грехи.